Добрый день всем любителям мифических паззлов! Вас приветствует Альянс Shadow Empire и с вами Саурон. И сегодня у меня для вас, ребят, необычное видео. Необычное оно тем, что у нас встретились два монстра, два топ Альянса. Это Мистики и это Nation of Champions. Мистики топ-1 мира, ну а Nation of Champions собираются этот вариант оспорить. И я думаю, что вполне возможно будет так, что когда-нибудь этот момент настанет. Ну а во-вторых, это видео необычно будет тем, что на стороне Мистиков выступает Дарк, а на стороне Nation of Champions у нас кто? Правильно, Денис. И Денис выступает первым же этапом, долго не думая, идет тестировать оборону Дарка. Вот, думать команду здесь долго не пришлось, учитывая, что у Дарка в обороне стоит два миньонщика. По центру Шалотль, на плече стоит Исадора. Вот, Дарк не успел прокачать Косямбу, либо не хотел, и теперь, короче, сейчас он за это будет получать. Вот, ну что, тем более поляна у нас подогрела фиолетово-зеленые камни. И теперь, 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 что? Остается их правильно распределить. Значит, в принципе, что? Мы сейчас по-любому заряжаем Мэри Рид, заряжаем ее прямо, наверное, через Шалотля. Нам выгодно будет, что он сейчас ультанет. Он повешает своих миньонов. Да, конечно, мы сейчас их заберем, тем более, ну, ускорив, короче, тем самым заряд Станису и Барону. Аларуна, наверное, не придется. А, да, не удалось зарядить, вот. Ну, ничего, сейчас можно что-то будет придумать. Джином ультуем по центру. Исадора, Шалотль и Канна сопротивления против блокировки никакого не имеют, поэтому это гарантированная блокировочка. Вот, теперь смотрим дальше. Смотрим, что мы можем сделать. Мы можем, в принципе, лупануть по центру. Вот, ну, а можем, а можем и не лупануть. Что, мы, получается, заряжаем сейчас Аларуна и, 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 и. И цель, короче, приоритет переключается на кого? Переключается на Автолика, правильно. Лучше забрать самого неприятного бойца и оставив, короче, более пассивных на потом. Значит, Автолика забрали. Аларун, Станис, точнее, Аларун, Барон, Станис делают свое дело. Приговор Автолику обеспечен. И теперь продолжаем. В принципе, что, нам нужно достаточно было два фиолетовых камня, чтобы снова получил заряд Мэри Рид. Главное, чтобы мечи Исадора сейчас не подрезали ей манну. Вот, а они все по Станису отработали. Ну и ладно, нам же на руку. Мечи тут же забираем, ускоряя немного своих ребят. Вот, ну, понятно, что этого мало. Но, в принципе, Джин сейчас самый ближайший по заряду. Как бы, найдя там два фиолетовых камня, мы можем, что сказать? Мы можем смело сказать, что мы снова заблокируем центр. Так, Чингисхан, падла, делает свое грязное дело. Режет всем броню, потому что на всех висели какие-то бафы, какие-то усиления. И что, он с удовольствием, короче, этим воспользовался. Мы прокидываем три зеленых по центру, даем заряд шалотлю. Это было в любом случае неизбежно, нам надо заряжаться. И теперь, теперь, теперь что? Теперь, получается, мы можем зарядить Джина. И что, и сразу, пожалуй, пожалуй, наверное, надо блокировать его. Вот, и подумать, чем мы дальше можем продолжить. Мы-то заблокируем сейчас центр, но Канна у нас уже получила полный заряд. И что бы там ни произошло, она сейчас все равно ультанет. Вот, и это будет, скорее всего, неприятно. Потому что у нас, в принципе, что? У нас все пятеро бойцов имеют хп, приближенное к 50%. То есть, мы уже, считай, там 45% хп точно потеряли. Вот, к сожалению. Канна ультует. Да, Канна ультанула, заблокировала левую часть. В принципе, Мэри Рид сейчас снимет миньоны и ускорит только двух бойцов. То есть, Станиса и Алоруна. С другой стороны, спасибо и за это, потому что нам в любом случае сейчас нужно подлечиться. Вот, нам в любом случае сейчас нужно подлечиться. Так, получил заряд Станис. Вот, если мы сейчас заберем Шалотля, ну, а мы его заберем, у нас он подрежет манну, вот. Но, тем не менее, все равно, имея три зеленых, мы восполним, восполним, короче, потери. И заряди Малоруна, и тогда уже сможем отличиться. Так и происходит. Так и происходит. Тем более, три камня полетело. Один влетел в Иссадору, другой влетел в Канну. Канне довольно-таки неплохо досталось. Вот, теперь что? Теперь нам нужно отличиться и выбрать цель, какую дальше мы будем забирать. Вот, но, к сожалению, у нас на поляне там-то и особо, как бы, сейчас складывать нечего. Придется что-то искать. Придется в любом случае что-то искать. Так, Иссадора. Иссадора лечит. Неприятно. Тем более, вешает два мечика. Правда, получает сразу, короче, куча фиолетовых камней. Вот, и один мечик ушел. Да и, в принципе, второй тоже ушел. Вот, кого? Да, Иссадору. Иссадору забираем. И следующие камни под Критом влетают в Чингисхана. Все, Чингис ушел. Ну и, собственно говоря, это первый шот. Собственно говоря, это первый шот. Отлично, поздравляем. Шот нули Дарка. Вот, ну и надеемся, что Дарк тоже будет записывать видео и отомстит нам за это. Устроим, так сказать, шоу. Так, ну а мы выдвигаемся дальше. Следующий у нас тапок идет фиолетово-красный. Латеса, Бродерик, Чилиный теплый, Махабали и Хела. Так, на этот раз у нас по камням тоже неплохо довольно-таки, да. То есть, можно, в принципе, что? Можно что-то подвигать даже. Вот, есть какие-то красные, есть какие-то, получается, фиолетовые. Но с фиолетовыми хуже будет. Нам поляна дает желтый кристалл, который мы сразу прокидываем, чтобы прочистить поляну. Вот, кисямбу нам, конечно, придется в любом случае один или два раза зарядить. Вот, а там дальше посмотрим. Злоупотреблять этой штукой тоже нельзя. Ну что, давай вон еще три красных. Отлично. Так, срывается комбинация. Под комбинацией еще вылетают красные. Фиолетовые, фиолетовые. Фиолетовые, кстати, подошли. Есть три плюс три. Так, Бродерик, получается, будет бить пока. Не потому, что она идет максимальный заряд имеет. И что? Давай, давай не будем тянуть. Бам. 622 урона. Немножечко подрезали манну. Вот, сейчас что? Сейчас нужно необходимо в любом случае включить Махабали, подлечиться и навешать на себя щиты. И прокинуть через Кану, пока у нас есть такая возможность, есть защита, чтобы она потом нам не испортила жизнь и не заблокировала. Так, цель. Цель, цель, цель у нас, получается, будет какая дальше? Мы сейчас, в принципе, получаем заряд остальными. Так, отлично. Зарядилась Латеса. Зарядилась. Так, давай. Какие нам благословения дас? Давай, смотрим. Прикольно. Пчелиному она дает, получается, блок. Вот, но мы, что мы делаем? Мы, получается, Хеллой снимаем усиление. Бам. Короче. Ээээ, так. Так. Отлично. Все, забрали Хоруса. Забрали Хоруса. Ультует Канна по щитам. Урон наносит, но не блокирует. Вот, Бродерик бьет на этот раз по Энгусу, потому что он был максимальный по заряду. Ну и немножко его осаживает. Так, отлично. Махабали. Махабали сделал свое дело. Теперь красный кристалл под кисям мы. Интересно, заберем мы его или нет? Да, Денис не стал рисковать, решил подождать, пускай пройдет травление немножечко. Вот, ну и теперь кидает. Ну, ах. Попытка, короче, забрать кисямбу плюс на удачу пройти не получилось. Кисямба все равно отличился. Бродерик снова осаживает Энгуса. Говорит, нет, братан, крылатый. Ты, короче, сегодня не ультанешь. Ты не ультанешь. Так, нам надо фиолетовое. Красное, конечно, это хорошо. Но нам надо фиолетовое, потому что забрать кисямбу надо убрать с центра в любом случае. Так, Бродерик куда бьет? На этот раз, наверное, по Кане, либо по Аматерасу. Нет, смотри. Ха! Нормально. Нормально такое. Энгуса зачмырил. Уже третий раз в него бьет. Аматерасу раз. Хорошо. Канна два. Забрала хелу. Неприятно. Но мы продолжаем. Бойцов, которых у нас остались, предостаточно. Так, Махабали снимет усиление. С троих. Отлично. Ну что, давай кисямба. По срезанной броне. А ну. Да, забрал. Супер. Ну все. Теперь, короче, дальше дело техники. Это похоже на шот. Тем более, вон, короче, и Канна ушла, и Энгус там отвалился. Ну и все. Отлично. Поздравляем со вторым шотом. Пчела доделывает дело. Ужалил Осой прямо в одно место. Аматераса ушла. Ну а мы продолжаем. Мы продолжаем по первой волне. И мы выдвигаемся на игрока под ником Diablo. И-и-и-и-и команда синяя, фиолетовая. Правильно? Правильно. Киска Слепока, Сайкаса, Джимми, Осирис, Моника. Погнали. Так. Ну что. Оцениваем поляну. Есть парочка синих. Есть какие-то фиолетовые. Вот. В принципе, что? В принципе, можно будет попробовать сразу в Алису. Три синих ушли. Подошел еще один. Этого мало. Прокидываем фиолетовые. Снова зеленые по Алисе. Да. Ну как бы Алису можно заряжать. Можно позволять ей ультовать на начальном этапе. Вот. Если тем более это, по сути, считай, это, ну, безболезненная зарядка, да. Но вот если потом, когда ты ценой больших усилий пробиваешь там центра, убиваешь сильных героев и потом заряжаешь Алису, которая может воскресить, это уже может стать и стоить вам игры. Вот. Но мы продолжаем искать камни. Синие выходят. Есть куча красных. Вот. С фиолетовыми пока что плюс-минус напряжено. Но я думаю, мы сейчас это дело поправим. Так. Поляна предлагает, короче, три красных четенько в центр. Но Денис немножечко по-другому. И получаем фиолетовый заряд Асириса. Так. Надо фиолетовый дальше заряжать. Прокидываем желтый кристалл. Отлично. Отлично. На следующий ход можем получить фиолетовую зарядку. Тем более у нас уже Джимми зарядился почти. Ну, как почти. Он зарядился. И можно теперь зарядить кого-то из вражеских шотеров. После того, как активируем насмешку. Так, так, так. Да. Дозаряжаемся. Все. У нас теперь полная зарядка. Но Асирис, правда, у нас на первой отметке. Вот. Но с другой стороны что? С другой стороны мы смотрим, что у нас есть. Подходит по заряду вражеские бойцы. Включаем насмешку. Включаем насмешку. И бьем по химикам. Ну, как бьем по химикам. Мы бьем в левый край. То есть мы срезаем стихийную броню. Срезаем. Да. 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 И теперь, получается, добираем Асирисом. Хорошо. Химика забрали. Теперь, короче, момент истины. Надо, чтобы Алиса не испортила нам весь праздник. Тем, что воскресит кого-то. Так, ну что, у нас получается Автолик и Канна. Нам нужно сейчас, пока действует насмешка, нужно прокинуться под Автоликом, чтобы зарядить его, чтобы он разультовался в джиме. Потому что, если насмешка спадет, и тогда ультанет Автолик, это будет неприятно. Я скажу так, что это может вообще игры стоить. Да. 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 Отлично. Все. Ультует Алиса. Смотрим. Отлично. Никого не воскресило. Канна по снежку. 285. Снежок терпит. Автолик тоже по снежку. Отлично. Насмешка. Влетает 600, но терпимо. Там даже не 600, там чуть меньше. Хорошо. Хорошо. Ну, теперь что? Надо как-то продолжить. А для продолжения нам нужны фиолетовые. А фиолетовых нет. Так. Зеленый кристалл. Зеленый кристалл. Но опасно. Теперь опасно под Алисы складываться. Тем самым временем Морриган навешивает миньонов. И это тоже не сильно хорошо. Насмешка упала. Понятно, что тиско-слепоку мы держим. Так. Подлечились. Сняли. Разблокировали снежка. И теперь что? Ну, теперь да. Теперь у нас химика воскрешается. Неудачно. Неудачно воскресили химика. И Морриган ее подлечила. Так. Ну, у нас есть как бы план Б. Фишка в том, что химика-то хоть она дает баф, защищает всех от недугов, но слабость ее заключается в том, что если мы ее шотаем, то манна, которая находится у всех бойцов, она просто пропадает. Вот. И довольно-таки часто этим пользуюсь. Да, к сожалению, не успели мы это зарядиться до того, как ультанет Канна. Вот. Но у нас есть возможность избежать урона Автолика. Ну, что, включаем насмешку. И теперь снова концентрируемся на химика. Повторяем. Стихийный срез плюс снимаем... Ну, понятно, снять мы не можем, но нам главное стихийный срез сделать. Вот. Тут вариантов немного. И снова Осирис, короче, добивает. И в принципе, что? Да, манну мы сняли. Вот. Я не знаю. Надо, наверное, лечиться, потому что по Осирису, если тычка влетит, он отвалится. А нам нельзя ни в коем случае его терять. Так, так, так. Летит ненужная комбинация. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за подстава? Что за подстава? Ну, хорошо, что насмешка. По большому счету, это можно сказать, что и на руку нам было. Но, блин, представь себе, что насмешки не было. Сейчас бы просто так получили бы, отхватили от Канны и от Автолика. Так, ну что, теперь надо кого-то забирать. И этот кто-то, это, естественно, Алиса. На ней, правда, три вороны. А три вороны, это, на секундочку, короче, в районе 900 жизни. Смотри. Смотри. Смотри, что происходит. Так, давай. Да, получается, дозарядили Осириса. И теперь, короче, по идее, нам должно этого хватить. 893 и забираем. Так, ну на этот раз насмешки у нас на Джиме нету. И Канна сейчас больно ударит. Но, в принципе, что? У нас есть тескослепока, которая заряжена. И она это сейчас все снимет сразу же. Да, больно. Но не спорю. Больно не спорю. Но, как бы, здесь у нас сразу заряд. Так, следующая цель, наверное, Автолик. Следующая цель Автолик. Понятно, что сейчас мы... Кстати, я бы ударил сразу. Но тут какой вариант? Здесь можно, типа, было Осириса дозарядить. Здесь можно было бы дозарядить Осириса. Так, ну что? В принципе, при помощи камней и Сайкаса мы забираем центр. Включаем насмешку. Короче, в общем, все. Здесь шот. Развультовались. Все развалили. От перемены слагаемых сумма не меняется. Шот есть шот. Все, отлично. Диабло забрали. И теперь переходим к переворотам. И теперь, как бы, самое интересное. Потому что сейчас третья волна. И волна пошла по топам. Берем синяя-синяя-синяя-красную команду. Бестла, Ангарбода, Канна, Антон, Аматерасу. И довольно-таки сильная команда. 5-730-3-2. Хм. Неплохо так. И идем на бойца с силой обороны 5-800. Так, что у нас здесь? У нас по центру стоит Кисямба. Стоит, короче, вся банда почти на эволюциях. Канна только, да, там немного не дотягивает. Вот. Ну, а мы пытаемся дальше прокидываться. 4 синих. Отлично. Еще 3. И получаем заряд Канны. И Бестла. То есть у нас, как бы, сейчас все высокие заряжаются с 7 камней. Так, 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 так. В принципе, что? Можно сразу ультовать. Единственное, что нужно подумать, чем это все продолжить. У нас на поляне есть желтый кристалл. Который, как бы, нам ничего не дает. Кроме того, что мы можем его взорвать и прочистить поляну. Вот. Тем более, если мы сейчас центр заблокируем, то весьма, весьма, как бы, неплохой план. Кисямба. Кисямба, кисямбочка. Нежелательно давать ему ультовать. Нежелательно. Красный, получается, конечно, разбросанный. И надеяться на то, что сейчас после кристалла, например, или как-то по-другому. Ну да. Дэн блокирует. Делает кристалл. И теперь что? Ну, в принципе, смотри. Камни-то вышли. И риск был оправданный. Ход, как бы, себя окупил. Можно так сказать. Смотри, вон красный еще вышли. Все. Это уже центр точно пронесли. Я даже скажу больше. Мы здесь не только центр пронесли. Мы забираем сразу, как бы, угрозу в виде лазурного дракона, который может потом воскресеть. То есть, кисян был же все. Он приговорен. Вот. Опять же таки. Так, у нас, получается, есть вариант. Какой у нас еще есть вариант? Нет, вариантов у нас немного. Нам нужно, получается, левый край блокировать. Либо правый. Ну, правый мы не заблокируем, потому что там автолик. Мы можем только, как бы, заблокировать именно саму Канну. То есть, куда бы мы сейчас не ударили, кисян был умирает. Да, в общем, Денис принимает решение бить по правой стороне. Он забирает кисян был. Автолик не блокируется, но блокируется Канна. Вот. Следующая ульта, получается, летит у нас опять от Беслы. Вот. Сейчас мы ультанем после ангар-боты. В принципе, заберем, скорее всего, лазурного дракона. Все. Да. Целимся по лазурному. А матерацию раз. Хм. Сработал артефакт. Но не сильно это помогает ему. Все. Антон закрывает вопрос. Хеллбент или Хеллбейт был шотнут. Ну и отлично. Так, знаешь, чисто прошел и не почувствовал, я бы сказал. А мы идем дальше. У нас следующий тапок. Пятый. И выдвигаемся на него зелено-синей командой. Бандак, Текмикдзути, Энгус, Файдалас, Аналейза. Погнали. Так, идем на бойца под ником Течет. Или Ти Чуот. Короче, что-то у него там течет. Главное, чтобы не текло от несположенного места. А то это надо лечить в этот момент. Ну, опять же таки, насколько я знаю, это вьетнамец. И то, что у нас звучит смешно, у них это может быть довольно-таки серьезный ник. Означающий что-то очень серьезное. Так, ну хорошо. Банда у нас тоже выехала не менее серьезная. Правда, нам сейчас приходится прокидываться просто пустыми камнями, заряжая безнаказанно Кисямбу, да? Вот. Хотя нет, что безнаказанного. Вон у нас какие-то подходят зеленые камни. Камни какие-то подходят. Здесь какой момент? Нет, здесь ты Кисямбу особо не позаряжаешь, потому что с правой стороны стоит у нас Кукулькан, который штрафует. То есть любая зарядка хила и прилет тут же неминуемый. Ну и походу сейчас будет прилет. Давай посмотрим на сколько. Ну, тут прилет где-то будет примерно на 900. 1120. Ну окей. Кстати, те, кто до сих пор не понимают, как работает Кукулькан, мне походу придется, не знаю, видео снять или что. Потому что прикол в чем-то. Кукулькан ультует. Ему не нужно быть на оверхп. То есть ему достаточно быть максимально здоровым. То есть если он стоит в углу, а они всегда стоят в углу во всех оборонах, если он полностью здоровый, то Кисямба, когда ультует, Кисямба навешивает, как правило, он лечит 43% от здоровья, от общего здоровья. Если у Кукулькана на поляне, вот сколько у него там, 2300 здоровья, то есть, соответственно, 43% от 2300, это, короче, будет прилет по вашему бойцу. Вот и все. Так, ну что, бафаемся аналейзой. Подлечились, бафнулись. И теперь кто? Тут довольно-таки много жирных целей, которых стоит убрать. Здесь и Канна, здесь и Лекарь. Тут, короче, любой персонаж предоставляет опасность. Вот любой, просто. Вот куда ни плюнь, короче, попадешь в какого-то опасного бойца. Тот же хилер опасен тем, что он дает, короче, возможность бить Кукулькану. Так, все отлично. Чувака с веслом мы забрали. Да, и тут, короче, получили неприятность. Тут полчаса в Толик Манну подрезал, Канна заблокировала. Ну, тем не менее, короче, все равно мы дозаряжаемся. И сейчас что? Сейчас нужно кого-то убить. Бандаком бьем по Автолику. Забираем Автолика. Отлично. Вот, ну а Энгусом нужно либо забирать Кисямбу, либо... С тем, можно и Канну забрать легко. Ну, Дэн забирает Кисямбу. Нет, не забирает. Так, интересно. Мы получаем откат от Аналейзы. И это очень неприятно, потому что у нас сейчас урон будет никакой. 103. Это песец. Бандак, который бьет, блядь, Энгус, короче, на 586. Да, вот это было, короче, откат. Капец, как не вовремя. Сейчас, если какая-то комбинация полетит, то этот Кисямба еще и зарядится. Так. Ни хрена себе, а Кукулькан, смотри, приговаривает сразу двоих. Ультует барабанщик. Кисямба продолжает стоять. Опасно. Если сейчас Кисямба... Нет, не отлечит. Так, ну что, у нас остается два бойца. Ой, у нас остается три бойца, а у него остается два бойца. Так, ребята, а, кстати, опять здесь та же самая проблема. Нам не хватает места. Ну, там Денис шот не добил. То есть, там остался один боец на поляне. Вот. К сожалению, да, шотнуть не получилось. Ну, ничего, сейчас тут уже говорят, как бы разобрались, как чистить память на телефоне, как приводить в порядок запись под тапки. Так что, в принципе, в следующий раз такой проблемы у нас не возникнет. Так, хорошо, мы подвигаемся дальше и идем на бойца Хей Йоу. Вообще, вот эти вот ребята Хей Йоу и там половина мистиков, короче, постоянно в шахтах. Их когда встречаешь, они стоят, естественно, четенько по центру. Вот. На них можно потестировать свою оборону. И несмотря на то, что скрипты в шахтах прописаны в пользу, скажем так, действительно рандома, да, то получается все равно сложно пробить. Даже тебе, если как поляна камни дает. Вот. На войне и подавно. На войне скрипты так сложены, что на шару прокатиться будет сложно. Так, ну хорошо, возвращаемся на поляну. Что мы видим? Мы видим то, что у нас зарядился Кисямба. Кисямба у нас на втором заряде. Отлично. То есть, мы блокируем сразу троих. Вот. Нам наша задача как бы не дать возможности ультануть. Да вообще тут никому нельзя давать возможность ультануть. Но надо забрать. Надо забрать Кисямба. Нужно забрать воскрешалку вот этого зеленого Кая. Вот. В принципе, то и по Зузу нельзя. Вот. Короче, здесь реально смотришь на эту команду. Команда очень опасная. В принципе, не зря Денис взял свою самую сильную атакующую команду, чтобы не оставить шанса Хэй Йоу пережить эту атаку. Да. Пока что прокидываемся. Ищем, что мы можем снизу достать. Так, 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 так. Ну что. У нас, понимаешь, какая интересная штука. Нам нужно добить Кисямбу. Нам нельзя ни в коем случае дать ультануть по Зузу. Вот. И теперь нужно будет, скажем так, из двух-трех зол выбирать самое наименьшее. В любом случае, да. Мы, короче, ставим на себя щиты. Мы делаем овер ХП. Блокируем по Зузу. Потому что он, если ультанет, а у нас на секундочку 4 сильных, 4 быстрых, он бы сразу приговорил кого-то. Так, отлично. Кай никого не воскресил. Хорошо. Хорошо, хорошо. Канна бьет по щитам. У нас троица желтых заряжена. И сейчас вся мощь будет сконцентрирована на Пазузика. Плохо то, что, конечно, там Кай навешал щиты. Он навешал щиты. И у нас будет урон. Не будет среза брони. Не будет ожога. Не будет никаких бонусов. Мы просто наносим урон. Забрали Кая. Как бы все, отлично. Это хорошо. Мы знаем, что у нас никаких воскрешений не будет. Ну что? Ну, на поляне у нас как бы прекрасный вид. Мы видим, что у нас можно собрать дофига фиолетов. Вон, четверка первая полетела. По Зузу ушел в пользу телезрителей. Вот. И сейчас что? Сейчас мы можем... Да, через комбинацию заряжаем фиолетового. Вот. У нас как бы зарядится... Ну что? Мы как бы в любом случае не заблокировали бы Хепри, потому что там щиты. Ну, сейчас что? Мы можем отличиться. Смотри. Мы сейчас, короче, шотнем, никого не потеряв. Прикольно? Прикольно. Чисто в сухую такого монстра вынесли, да? Никуда не торопимся. Ждем, пока спадут щиты. Ну и, собственно говоря, теперь снова лечимся. Снова ультуем Хепри. И теперь, короче, теперь можем складывать под ними. Забираем Канну. И дело... Дело остается за малым. Дождаться, когда уже... Так, так, так. Ну да, тут что? У нас уже Хионис один в поле не воин. И это шот. Прекрасно. Вот такая, ребята, война. Давайте посмотрим по результатам, что я могу сказать. Понятно, что Мистики выиграли. Пока что выиграли. Вот. Но обратите внимание на счет. Счет уже не такой высокий. Не такая большая разница. По атакующим. Денис у Норрита на первом месте. Что немаловажно. Вот. И что мы можем? Норрит, красавчик. Тоже там 200 АЧН набил. Он, понятно, брал топов. Ну, игра, видать, у него не так зашла. Дарк там где-то тоже, видать, на добивах играл. Вот. Хей Йо вообще 92 очка набрал. Как-то так, ребята. До встречи.